здравствуйте мои хорошие каналы life 2 надежда и уж коль скоро я взяла в руки колоду оракула символом то сделаю еще один расклад в догонку к вчерашнему расклад для сложных отношений название вы видели поэтому если свои отношения вы таковыми не считаете то этот расклад вряд ли вам нужен вряд ли нужно слушать то о чем здесь будет речь потому что упор здесь будет прежде всего на кармические отношения на отношения которые качели для отношения где состояние выбора неважно какого и расклад называется очень поэтичным названием темное сердце кому нужна сама структура расклада вы можете на гуглить единственная я не совсем уверена что я немножечко не подстроила под себя данный расклад я с интернетом не сверяла это вот из моих записи раскладов может быть но в целом идея будет в целом идея расклада вы ее найдете в интернете любой расклад можно и даже нужно подстраивать под себя потому что не все позиции бывают так что они в данном раскладе нужны поэтому я и сделал оговорку что возможно не все то что я буду называть вы найдете в интернете но может получиться так что это из первых источника автора данного расклада я не знаю вот но почему-то видите по наитию и со структурными раскладами захотелось поработать и взять в руки ракус оракул символом давайте начинать собственно без а и б первая позиция первые карты называется сердце первая позиция это что происходит в отношениях естественно расклад структура расклада предлагает по одной карте но мне как правило одной карты всегда очень мало и так сердце что происходит в отношениях здесь видите здесь манипуляции тем что если не будет по-моему значит не будет никак эгоизм и манипуляции может могут быть со стороны мужчины который будет говорить если ты будешь там дальше меня там ругать следить за мной и так далее так далее подозревать значит все мы расстанемся также здесь может быть и эгоист и эгоизм и манипуляция женская сторона да что если ты не возьмешь себя там в руки если ты грубо говоря там не женишься на мне в течение ближайшего месяца значит мы останемся то есть ситуация здесь когда один партнер сейчас данный момент если вы сможете вот на момент того что когда вы поняли да что отношения сложные с полным осознанием здесь один человек пытается подавить сманипулировать либо прогнуть под свою волю другого человека да здесь именно угрозы тем что мы с тобой расстанемся и ты потеряешь такого как я либо ты потеряешь такую как я также здесь может быть что уже до случилось расставание или случился серьезный конфликт по причине того что предупреждала предупреждала ты меня не услышал до свидания или это могло быть с мужской стороны но здесь видите здесь карты показывают что здесь эгоизм был немножечко нездоровый конечно это могло быть в силу того чтобы отношения долгие на пачелеобразные нету никакой ясности и на эмоциях да можно было уже наконец-то проявить вот свою волю пусть и эгоистичную да но здесь четко поставить либо четко заявить о своих личных желаниях и если ты готов соответствовать моим желаниям значит все будет хорошо если не значит не да здесь вот какая такая пиковая острая ситуация вот для кого-то игру это еще на моменте угроз да или зреющее такое решение такое вот поставить человека перед фактом либо для кого-то здесь уже такой факт свершившийся но я говорю здесь не совсем в здоровом таком не совсем красивом наверно ключе показано также знаете что еще проходит когда там мужчина говорит что такого как я ты больше не найдешь да подумай кого ты теряешь женщину у нас тоже могут так говорить что я тебе могла бы дать такую жизнь которая тебе и даже снится не будет ни с какой другой да такую как я ты больше не найдешь вот поэтому мотает мы не знаю слюни сопли на кулак а я с тобой прощаюсь вот здесь в таком ключе возможно здесь действительно кто-то наконец-то научился уважать себя настолько чтобы вот такими ультиматумами перед человеком выстраивать свою собственную линию поведения хорошо тьма вторая позиция в раскладе которая говорит о том что главная проблема ваших отношений ну один ведет себя как дурак один ведет себя как дурак который не привязан ни к чему и никому для которого нету ни авторитетов ни каких-то правил и догму конечно когда здесь человек осознавал действительно что он попросту сглупил да вот на напорол такую чушь он мог приносить извинения а для кого-то до чтобы доказать что не надо меня прогибать не надо я вот тебе говорил говорил что со мной вот так вот нельзя да вот моменты достучаться либо извинениями либо знаете вот констатации факта здесь точно были и я же тебе говорил да что так будет поэтому не обижайся здесь и были наказание молчанием здесь была ситуация когда один партнер зеркалил другого но в любом случае это для того чтобы достучаться но партнер который здесь показан здесь вот действительно без царя в голове наверно слишком жестко будет сказано но нету у него каких-то норм таких вот общепринятых да и принципов которые я сегодня хочу завтра не хочу сегодня я женатый а завтра я свободный и сказать что можно человека этого призвать к ответственности вот этого я сказать не могу хотя действительно извиняться он может искренне и может обижаться ну и угрожать здесь тем что все тогда ничего не получится ты меня слышать не хочешь да я вот стараюсь ты меня слышать не хочешь я готов будут исправиться но раз ты не хочешь мне больше верить значит до свидания главная проблема не серьезный подход партнера который претендует прежде всего на свою собственную свободу когда его нельзя ограничивать нельзя с друзьями пиво по субботам пить там воскресенье ну или каждый день да для кого как нельзя общаться встречаться там дружить с другими женщинами ты должен дружить вот единственная твоя подруга могу быть только я мужчина год не да у меня должны быть свои личные границы где будут присутствовать только я и те люди с которыми я хочу эти границы делить люди могут меняться может быть здесь мужчина в целом да вот он хочет жить своей собственной жизнью бухать сколько ему хочется чтобы никто ему не говорил там тратить деньги не знаю азартные игры и чтобы никто там его не контролировал вести такой знаете вот свободный образ жизни когда он никому ничем не должен и никому ничем не обязан вспышки совести я говорю здесь бывали да вот такой вот какой-то на эти озарение что но ты же взрослый человек до ошибки свои нужно иногда признавать есть но в основном здесь сегодня извинялся до стоял на коленях плакал я поверила а завтра снова здорово вот такого человека вот такого здесь мужчину я вижу и конечно я по я понимаю да что если здесь женский эгоизм был что либо ты уже по моему да и по серьезному либо до свидания конечно он продиктован тем что могут усталость от того что здесь было да уже эмоции настолько накипели что вот они уже вот выкипели да и вот и получилось что получилось корень следующая позиция это что вызвало вашу вот эту вот главную проблему подоплека всего человек корень вот сам человек вот он такой и надо его принимать таким какой он есть он собой доволен он на не считает необходимым меняться он вот материя дух да вот я такой какой есть и это для него правильно нравится это кому-то или не нравится кому-то здесь нравится ярмарка чеславия да когда здесь можно выпендриться ну например здесь мужчина холостяк и гуляет сам по себе вдруг встретил женщину наобещал ей а сам не торопится а вот перед своими там женатыми друзьями так говори да вы там подкаблучники да что вы там со своими женами сидите айда со мной да вполне здесь возможно потому что вот некое такое вот одобрение пусть такое завистью может быть со злостью но он получает от других людей и поэтому критика всегда будет такого поведения но и люди которые хотели бы жить так как он и которые его в этом поддерживают которые ему там робко либо не робко вот говорят что да блин ты молодец я бы хотел как ты конечно такие люди есть и соответственно когда есть союзники которые поддерживают ну зачем меняться и же люди согласные с моим поведением да вот и же такие но это такое частное частных очень слышно но есть же такие алкаши как я да ну вот как же они живут да и как то же у них там допустим жены есть семьи а тебе что не нравится пожалуйста посмотри люди тоже так живут а тебе не нравится суть человеческая суть здесь карты говорят что причина в нем да причина в его возможно воспитание возможно это какая-то семейная ситуация которая которым мужчина впитал и считаешь так можно да это может быть мальчик который беспризорно гулял без контроля родителей и во сколько захотел ушел вас во сколько захотел пришел да и вот он по жизни считает что именно так и нужно когда его не ругали и принципе закрывали глаза или горели молодец ты такой самостоятельный вот у нас сам да сам встал сам зубы почистил сам позавтракал салма ушел гулять вернулся да дай бог помылся там лег спать вот и вот такой вот молодец потому что без какой-то вот предыстории да вот как без какого-то примера люди такими сами по себе ну как я считаю не рождаются это должно быть сначала чье-то одобрение если бы ему это запрещали если бы он был бы ну вот в каких-то вот рамках вот действительно на примерах воспитан он вот так вот огульно бы себя до что никто мне не указ он бы себя не вел плюс я говорю здесь то есть люди которые союзники которые разделяют его такое поведение на которых он может смело ткнуть пальцем и сказать а вот они точно так же как и я либо они очень хотели бы так же как и я вот они там слабаки да там не трусы там подкаблучники так далее так далее так далее поэтому сказать что здесь проблема да там я не знаю там какая-то там внешняя метода внутренняя проблема плюс до какого-то момента с вашей стороны здесь тоже было поощрение да что возможно нравилось что мужчина может быть таким своевольным но вот захотелось этого дикого кота сделать домашним а вот не получается вот этот кот может быть когда проголодается и придет к миске до которой ему поставлена вот но стоит утолить свой голод вот опять да вот пошел осваивать новые территории либо пошел контролировать уже освоенные территории что здесь такой девочки человека ничего с ним здесь вряд ли точнее и вряд ли можно что-то с ним сделать вот особенно в такие короткие сроки угрожай ему не угрожай он может потом прикинуться да и вернуться под дурачка и все мы знаем такие случаи а ты думаешь блин то ли я дура да то ли он дурак не понимаете вообще как можно да вот после какой-то ссоры далее после какой-то серьезного разговора через какое-то время привет как дела там а я там я не знаю там бороду себе решил отрастить ничему уже мы не удивляемся особенно на общих раскладах когда мы видим абсолютно разные сценарии отношений но только эмоции в основном да вот разочарование более испытывают одни и те же ну вот девочки как есть здесь мы смотрим не сказки здесь мы смотрим реальную жизнь а реальных людей поэтому вот если вам попался такой вот балбес да вот с которым вот ну никак не получается договориться ни по-хорошему не по-плохому здесь хочется к девочке это ваш расклад ваш действительно эти отношения очень сложные очень тяжелые и темное сердце как раз вот под такой расклад вот она реально подходит хорошо что этих людей держит вместе да вот или связывает что-то общее между вами или не знаю жизненные ситуации характеры давайте посмотрим что держит вместе терпение женщины вот золотой человек да вот хочет сказать женщина золотой человек у нее много терпения у нее ангельская девочки терпение у него характер который почему я вот немножечко вернувшись назад да точнее правильно будет сказать я сказала что вы до поры до времени позволяли да вот такое поведение и думали что вот рядом с вами либо вы сможете вот этого дикого кота загнать наконец-то в дом потому что зная себя да вот зная свое терпение зная свой характер зная что вы готовы где-то с этим мужчинам пойти даже на уступки готовы вот как служительница да готовите его любимое блюдо там хоть тысячу раз в неделю готовы не знаю он приходит там обувь помочь ему снять там ботинки от пыли протереть там или помыть там если он в грязи готовы там ему готовить там стирать ухаживать за ним вот это и держала вас с ним то есть его по сути привязать к чему-то невозможно но благодаря тому что вы готовы были вместе быть с ним вот это вас и держала вот на ваших собственных нервах на вашем собственном терпении на вашем собственном характере держались данные отношения изнанка данной стороны что тоже периодически бывают не примеряйте к себе но частные случаи есть когда женщина прямом смысле вот готова быть жертвой да вот и держаться за мужчину вот лишь бы штанишки ходили рядом это частный случай но кто узнал себя не обижайтесь на что мужчина например содержит а она не получила профессию до либо не хочет работать на той работе которых но навыками которые она обладает и вот мужчина единственный ее кормилиц он ведет себя как бездомный кода она готова быть рядом с ним готова ждать его готова терпеть лишь бы не ушел ну опять же повторю что это частный случай и не обижайтесь на меня кто себя узнал такое есть и такое я встречаю да в основном же здесь в общем когда вот женское терпение женские закрытые глаза на какие-то вещи в надежде что изменится либо в надежде что она его может как-то удержать там припугнуть что такую как я ты потеряешь и больше не найдешь то с тобою я готова бы да и я готова там те в чем-то помогает то здесь выпячивание некоторая вот своих собственных достоинств для того чтобы человек взвесил для себя мысленно как с вами как без вас вот и наконец-то все таки принял решение быть с вами вот такая вот здесь история которая держит вас вместе что вас разобщает какая у вас есть разность в чем вы не похожи либо в чем вы не с не монтируетесь друг с другом что разобщает ну да видите здесь мужчина который готов для определенных каких-то целей прикинуться тем кем ему выгодно а вы человек настоящий вот в этом и большая разница вам сложно будет жить в его режиме вам сложно будет смириться с его образом жизни с его взглядами с его принципами и в принципе вот опять же да вот отсылка на ваше терпение у вас уже был шанс да и здесь карта предупреждения был шанс на то чтобы с этим человеком не сходиться чтобы не пересекались ваши пути какой-то намек какая-то не знаю подсказка какая-то информация либо какой-то похожий типаж которого вы знали да вот мелькнула что наверное не надо что здесь есть какой-то подвох что я другая и он абсолютно другой мы вместе будем очень сложной парой но здесь просто проигнорировано опять же я говорю вот в желании как это бывает что партнер изменится да я такой человек я терпеливый я смогу сделать все чтобы он изменился ради меня на вот ради такой меня на здесь эти просто когда выгодно мужчина добрый хороший да ну вот миска на вот с молочком блудливому коту вернулся здесь сделал вид что я все 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 я пришел вот он я вот только этого молока налакался вот и снова до куча причин повод для конфликта и все он убежал маски может это человек носить маски самые разнообразные что ему выгодно в тот момент тем он и прикидывается а вы другая да не такая не лицемерка вы не будете вот такую роль играть чтобы никуда не ушел терпение терпением это одно свои личные выгоды на что если мужчина содержит это одно но рано или поздно такое терпение и выгода тоже заканчивается а вот актерство да и маски это совсем другое этим человек живет да это его суть этого натура но вот он такой поэтому на в этом вы разные следующий вопрос до следующая позиция это что вы можете сделать для изменения ситуации чтобы она стала развиваться в более качественном направлении до улучшить что вы можете сделать для того чтобы изменить свои сложные отношения на несложные да на терпимые либо на комфортные что вы можете сделать девочки вы здесь с этим человеком ничего не сможете делать понимаете вы ему что в лоб что полбу а он в любом случае когда ему нужно будет отправиться по своим делам или сделать то что он будет делать он все равно будет поступать по-своему как этот непослушный ребенок да вот она мамочка его в колыбели и все он спит он послушный да уже ночь он устал он хочет спать встал и куда-то им нужно отправиться и все до своим поведением своим каким-то отношением словами делать все что вы что чтобы вы сказали все иди да а потом когда нужно вернуться он ключики вам этот мужчина знает поэтому здесь что вы можете сделать для изменения ситуации не люблю я такое говорит но я должна искать просто смириться что он такой знаю что если вы его любите или это человек действительно вас обеспечивает просто здесь смириться либо здесь не мириться второй вариант и отправлять вас ваясь и перевоспитать вы этого уже взрослого дядю не перевоспитать все что можно было вложить в этого человека в него уже вложили его собственные родители и его менталитет его мировоззрение то как должен жить то как хочет уже полностью сложился и полностью сформировался поэтому здесь только два варианта до смириться и закрывать глаза на то что он делает чтобы не терять и тем самым вы себе нервы делать не будете да все я махнула рукой мне уже все равно да вот он рядом обеспечивает меня и все и все да и пусть гуляет этот код либо конечно сказать все отворот поворот но он ведь и все равно знает ваши слабые места зная чем вас зацепить искусительно не был бы он искусителем а если бы не имела много 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 ниточек здесь хочется сказать вот карты марионетки здесь еще не хватает когда он знает до чувствовать интуитивно либо он действительно психолог такой хороший знает хорошо женскую психологию чем вас можно зацепить кому-то ласковое слово кому-то бриллиантик кому-то цветочки далее так далее так далее так что с этим человеком будьте пожалуйста осторожны даже принимая решение что мне такой не нужен все равно будет велик соблазн снова вступить в эти отношения там дать ему шанс потому что он может примерить любую маску любую роль на какое-то время и вы в это будете охотно верить вы же глазам своим верите верите но с пониманием сути что человек не поменяется новое разочарование она настигнет до рано или поздно поэтому вот четко имейте ввиду либо принимаете полностью как он есть либо все таки до свидания мой дорогой спасибо было хорошо интересно забавно но я уже наиграл вот тебе раздел имущества девичья фамилия все и до свидания чемодан вокзал что пройдет сама следующая позиция что сама пройдет вы не захотите спасать больше этого человека он не будет вам уже казаться таким прекрасным или любовь которая там жгла сердце там или выжигала душу она уже не будет такой вот яростно горячий здесь пройдет сама им дошла придет понимание того что бороться здесь бессмысленно вот разбивать доспехи вот а то орудие с которым никак не поборешься здесь смысла нет придет обращение в свой собственный внутренний мир что этот человек вносит дисгармонию дисгармонию в меня саму что я с ним подвергаю себя риску либо унижаться либо стать нервной истеричкой что здесь вот уже похоже было проанализируете свое поведение до того какая вы была с этим мужчиной и какая вы сейчас и вот это вот понимание вот разности вот она четко придет вообще мне нравится это сочетание карт тем что вы наконец-то сможете поговорить сама с собой и поймете что в этих отношениях все-таки вы цените себя гораздо больше нежели любовь к этому партнеру и нежели вот дань тому что отношения между вами есть там или были отпускать людей всегда сложно и особенно с любовью в сердце но любовь к самой себе здесь будет выше пусть больно да но я себя уважаю гораздо больше нежели данного человека скажем так это даже касается тех вот о ком я говорила вот частный случай да вот он меня обеспечивает либо страх остаться одной поэтому буду терпеть вот все чтобы он не сделал лишь бы те самые штаны стояли рядом со мной и к этой немногочисленной категории девочек девушек женщин такое понимание тоже придет она сможет сравнить себя до и после и она действительно поймет что но ее разрушают данные отношения понимание что наконец-то озарение пришло я теперь четко вижу кто я да и какой я стала ближайшие перспективы пары ближайшие но это действительно ближайшие я не знаю там неделя-две до месяца здесь а ближайшие перспективы пары это пара девочки это пара но вот смотрите здесь если если не наступила ситуация что вы сейчас в расставании выбрать в разрыве так я извиняюсь если не наступила ситуация расставания да и ситуация разрыва здесь еще так или иначе здесь вы вместе если здесь вы уже конфликте если здесь вы уже в расставании знаете что ваш партнер вас вспоминает и здесь вот эмоционально и душевно вот он пребывает в состоянии расстройства от того что он с вами не вместе но вы его будете чувствовать кому-то здесь даже там какой-то звоночек да вот из прошлого будет но то что вдруг да даже если вот какая-то между вами была долгая тишина вы вдруг почувствуете что что-то происходит этого человека как будто бы хочешь сказать не дай бог да этого человека почувствуете рядом почему я так сказала вот потому что почувствовала что именно кто-то вот так вот и сделает и если вы та самая девушка вот напишите мне чтобы не дай бог вот у меня почему-то четкая такая ассоциация здесь возникла что-то такое найдет а еще здесь девочки перспектива что вас ближайшем будущем ждет какое-то новое знакомство и даже в том числе чтобы вы были чей-то возлюбленный я хочу сказать что мужчины в целом здесь вас любят и есть какие-то поклонники о которых вы даже не знаете там соцсетях кто-то на вас любуется там тайна до этом из-за забора вот или это какое-то прошлое но здесь четко идет информация что в ближайшем будущем особенно темы то загадывает партнера с которым поругались раз расстались даже если очень давно вы вдруг почувствуете что вы не одна и его вы хорошо почувствуете и почувствуете что ему дурно плохо может быть и на этом напился и вдруг как накатила на него воспоминания ностальгии да вот я дурак на вот я балбес а вот я такой секой она же меня любила она же мне терпела что-то здесь девочки такое будет у кого проиграется вот именно вот в вот в таком вот контексте напишите мне пожалуйста те кто еще вот в отношениях пусть качели пусть вы вы выясняете отношения вот ближайшее будущее вы пока так и будете соединение здесь девочки на самом деле вот соединение восстановление отношений здесь будет у единиц я не вижу чтобы это было массово а массово будет вы почувствуете да не ничто не предвещало того что я вдруг начну там его во снах видеть я вдруг начну о нем думать так что какая-то волна здесь новая ждет хорошо перспектива вашей пары последняя позиция перспектива вашей пары в отдаленном будущем здесь без сроков девочки у кого как проиграется и вот если эту можно взять за срок то вторую позицию без сроков можете конечно самостоятельно загадать но здесь я не уверена что сроки вот данной позиции стоит загадывать перспектива в отдаленном будущем да ладно да ладно девочки в отдаленном будущем вы найдете саму себя да еще в таком качестве что здесь хочется сказать что скажете да бежала бы я бежала бы и давно и где мои глаза были здесь вот этот вот момент когда у вас наступит это будет знаете внутренняя какая-то не внутренняя ментальная попытка мужчины перед вами попросить прощения и извиниться и как будто бы отпустила вы точно будете знать что он реально покусывает локти что он сокрушается что он прячется вот в какой-то своей работе своей жизни от тех эмоций которые его настигают по ночам какие-то бессонные здесь даже ночи потому что мужчину вот волнами знаете сначала на вас накатится вот эта волна а потом отдача ему прилетит и причем гораздо большей силой нежели накатила на вас вы поймете что рядом с этим человеком вы действительно сама себе не принадлежали что вы были знаете вот на услужение или на служение да у чуть ли не не знаю там служанка рабыня подберите метафору самостоятельно да но перед этим человеком вы буквально готовы были вот по любому его какому-то желанию хотенью если есть на то вашу возможность вы это делали да вот на побегушках а вот золотая рыбка а вот у этого мужчины вы были такой золотой рыбкой при этом своей собственной жизнью вы собственно здесь не жили да вот такое вот заточение и понимание что вот пауза там ссора расставание открыла вам настолько какие-то свои личные перспективы до что вы наконец-то можете заниматься именно своими делами именно своей личной жизнью знаете вот как будто вот какие-то оковы почувствуете что вы просто взяли и открылись скандалы да и вы свободно что что жизнь с ним для вас было отношение с ним жизнь с ним была будите ли какой-то мукой плен да вот золотая клетка были золотой рыбкой на посылках у данного старика ну старика это образно сказку я думаю вы знаете и тут собственно все даже я бы сказала некая обида на себя что вы готовы были этого человека кто-то ждать да кто-то терпеть что готовы были шансы давать что готовы были верить отпустят девочки вот в отдаленном будущем те кто здесь переживает страдает вдруг неожиданно вы поймете что вы свободно вас отпустила но и еще до все равно хочу посмотреть если перспектива быть с этим человеком вместе для тех у кого хоть и наступит ощущение что мне легко спокойно но тем не менее до любовь порой бывает такая что готовы закрывать глаза вот именно для вот этой категории я смотрю отдельно не для всех девочек именно для тех кто все равно в очередной раз в крайне как обычно это бывает готовы простить если перспектива в отдаленном будущем именно для вас девочки да да но вы должны четко понимать что этому человеку действительно нужно быть на посылках добрый посту да это человек который заботится о братьях наших меньших грубое наверно сравнение по отношению к человеку но вы должны понимать что вот братец вашей ваш меньший это будет ваш мужчина вот опять же да где-то закрывать глаза где-то смириться где-то принять таким какой он есть но это если будет на то ваша воля вот не зря выпало не случайно я скажу так выпала карта стратега да вот это ваша личная стратегия а я все равно хочу быть с этим человек вот вы должны помнить да вот брать с вашими ваш меньший которым вы должны будете заботиться взять ответственность за ваши отношения на себя и его вот такого не смышленыша обращать и принимать таким какой он есть все девочки мои хорошие я надеюсь вам понравился расклад сложный расклад на самом деле да такие расклады интересно конечно делать именно на оракульных колодок думаю таро показала бы все так же но несколько другими образами и поэтому я надеюсь что расклад приоткрыл для кого-то какие-то тайны секреты что расклад помог собрать пазл в голове как это часто ваш что после расклада да мне в комментариях пишут что наконец-то пазл сложился я надеюсь что вот такой инсайт вашей голове произошел и выводы по своим сложным отношениям вы сделаете принимать данного человека либо не принимать вот пожалуйста вот ваша воля будет на ту воля ваша будет шанс для того чтобы эти отношения вернуть но у других девочек я вижу наоборот освобождение наконец-то и вот все дышим полной грудью понимая что такое добро мне не надо я желаю вам всего самого наилучшего я желаю чтобы у каждой из вас был партнер достойный вас и чтобы все у вас было хорошо до встречи в новых видео пока пока